Сегодня 17 декабря Вот и наша первая такая Выезд Церкви, Дом Хлева Это войдет в историю Будет что вспоминать Благословляем вас Все будет очень хорошо У нас осталось чуть меньше месяца До первого официального служения Больше чем 16 лет назад Я первый раз услышал о том, что Александр Шевченко Размышляет об открытии церкви И я сам себе сказал, если Александр Будет открывать церковь, я стану частью этой церкви И понятно, что многие слушали проповеди Нравилось, но для меня это не была Самая главная причина Для меня была главная причина Я видел, что это человек видения Человек целей И с этим человеком, если что-то буду строить То это строение, оно не будет разрушено Оно имеет право на жизнь И на основании этого я пришел Уже в существующую команду Церкви Дом Хлева С первого дня здесь был, служил ашером И на протяжении уже 15 лет Я не жалею, что я стал рядом Что я служил и сделал этот выбор Когда я смотрю на церковь, как говорят Похожи друг на друга Ну раз регионы, количество разное Ну музыка разная Барабаны без барабанов и не больше Это люди, то есть церкви Сформированы большую часть давления в обстоятельств И ситуации, моды Но уникальные люди, как и уникальные церкви Это редкость Это всегда люди и всегда церкви Которые идут за внутренним голосом Не реагируя на обстоятельства А действия согласно Божьей воле Вот такие церкви, вот таких людей Особо помазывает Бог Хотя они чаще всего переживают Сильное давление и конфликты Почему я стал частью этой церкви? Хотя это было для меня в трудное время Именно поэтому Это церковь non-denominational То есть мы не имеем особой привязки К какой-либо протестантской деноминации Мне кажется, в определенном степени Нам удалось это сделать Когда в церковь могут приходить разные люди И они не чувствуют ущербности Или унижения со стороны людей С другим духовным опытом Мне всегда хотелось, чтобы Любой человек, который переступит порог здания Он почувствовал Божью любовь Эту атмосферу принятия Чтобы он никогда не пережил осуждение Любой человек, неважно, с каким прошлым С какой церкви он пришел Или он вообще не знает Бога Какие взгляды у него Какой национальности Неважно, он пришел в церковь Он пришел в духовную семью Где вот эти категории Не имеют никакого смысла Церкви, которые стали жить теми традициями, методами и подходами Которые были 20 лет назад Они практически не растут Но церкви, которые поняли общество Церкви, которые стали проще, понятнее Церкви, которые поняли, что человек Это не просто прихожанин У каждого человека есть дар, есть призвание И когда человек входит в этот дар Начинает функционировать в этом даре Или в своем призвании Он на самом деле приносит много плода Создались достаточно хорошие условия Для реализации каждого человека Вот это меня привлекло очень сильно Большой процент с города звонят Мы назначаем встречу Где мы можем служить людям Где мы молимся, благословляем И есть хорошие свидетельства, где Бог вмешивается в судьбы людей Это очень сильно отличается от нашей Церкви Потому что мы открыты для всех У нас нет хирургии, нет уровней Все чувствуют, что люди на сцене Люди в аудитории, люди в медицине Или в сандэй-скольких классах У нас есть разные У нас есть уровни У нас нет такого И это очевидно, и вы можете чувствовать это Мне всегда нравился этот пример Где царица Астинь не послушалась царя Артаксеркса И ему подсказали Что получается, если ей можно Так вести себя по отношению к царю Значит и другим можно А почему нет? Если первому лицу в государстве можно Значит всем можно И этого царя хватило ума И он издал закон И применил этот закон к себе первому Я это давно понял Что если я сам не подчиняюсь тем правилам и законам Которые мы создаем в Церкви Мы просто создаем большую бюрократическую машину Начинается игра, закваска такая Мы теряем доверие людей И все проигрывают в конечном счете Чем отличается Церковь еще от Дом Хлебов? Это незацикленностью Только на нуждах и потребностях Было почти всегда видение Как у старшего пастора Так и в Духовном Свете Так и в Церкви Это влиять на окружающий мир Влиять далеко Влиять сколько можно Влиять как только можно Получалось что-то, не получалось Но весь вопрос был даже не в достижении этой цели Но что достижение этой цели меняло нас Саму Церковь И вот это отличительная часть Дома Хлеба Это что такое старость? Это перестать меняться Перестать видеть новое Перестать двигаться вперед И вот какой-то мере попал Дом Хлеба С такой эргетичной целью Чтобы не постареть Мы не были ни премьем Что-то не напряжение Что-то не прож無отно Что-то не подправился Что-то не прожил Что-то не прожил I saw that we had a purpose We were going somewhere And I think first and foremost Seeing Pastor Alex His heart And seeing that he was somebody Who was looking forward That was not looking to preserve the past But was looking forward God, what's next? It gave me the confidence To know that even though It may not be the season right now That we're going somewhere One of the important things That we talked about With the team When we were opening up Our English services Was we did not want this To be a youth service We already have youth services They're all in English There's no need for Secondary youth service And that was always a worry In the beginning Because we wanted to make sure That this was a church That means that it represented Different generations I think one of the biggest fears For churches is that Once you transition And start incorporating English language And kind of the western way Of doing church Then it becomes a youth gathering You know, a youth group Youth church That is not true From what we have It's because we We always instill that understanding We taught And we said time and time again To our church That this is not a youth movement We're not doing this for youth This is us This is House of Bread So now we have young people We have young adults We have young families We have people who are You know, 40, 50, 60 years old Young parents They come to our English services And nobody is forcing them To do that We have four services We have two Russian services And two English services We don't have a schedule That you must go to this service People choose by themselves And there's no pressure And we are evenly balanced out It was a natural transition And not just a jump Or just a youth thing Or just a wing of our church A department in our church No, this is our church Because this is a vision For the future Успех нашей англоязычной части церкви Если вы услышали, как я формулирую вопрос Англоязычная часть церкви Дом Хлеба Это не другая церковь Это та же самая церковь Так вот, успех этой части церкви Дом Хлеба Заключается в том, что Эдуард Кислянко Стал пастором над этой группой людей И вопрос здесь опять же не в личности А вопрос в человеке, который понял время Человек, который, во-первых, вырос между нами Это тоже очень важно Мы годы провели вместе И на встречах Духовного совета И разные вопросы решали То есть этот человек вхож в наши круги Он понимает изнутри, как мы мыслим Почему мы делаем то или то И в то же самое время этот человек Прекрасно владеет английским Это его первый язык Много читает, ориентируется во времени И умеет доносить до вот этой англоязычной аудитории Те самые вопросы, те самые истины Которые для нас важны Вот эти принципы, которые мы насаждали всегда в Доме Хлеба Но способность их преломить, подать Вот для той аудитории Это опять же очень важно Иначе мы потеряем эту аудиторию Потому я однозначно связываю успех Англоязычной части церкви Дом Хлеба С тем, что в руководстве этой церкви Стояли другие люди, не я Мои родители иммиграли 30-плюс лет назад Из Украины 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 Это много времени Украины 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 Украина из наших служителей есть дети, мы, наверное, где-то подсознательно понимали, что на домашнем уровне мы хорошо общаемся, когда что-то более глубокое затрагиваешь, и есть барьер. Поэтому я думаю, что это было на 100% оправдано. Почему? Потому что Евангелие должно проповедоваться и восприниматься на родном языке. А, к сожалению, наш родной язык, на данный момент русский, для наших детей уже не родной. Моя семья, мы в большей части посещаем англоязычные служения, чем русскоязычные. Для меня важное и самое главное, чтобы Слово Божие достигало сердец наших детей, молодое поколение на том языке, на котором они разговаривают, читают и пишут. У меня дочь, 14 лет. У меня мой сын. Когда мы приходим, проповедует пастор Александр или пастор Сергей Витюков, они не понимают. Поповедуют пастор Эдуард. Они восхищены. Они записывают, они делают записи. И вы мне хотите предложить, чтобы я пожертвовал своими детьми? Друзья, я первый перейду в другую американскую церковь, если в этой церкви мои дети не будут понимать проповеди и не будут поклоняться Богу так, как они могут воспринимать Бога. Меня удивлял этот факт до того, как мы говорили об открытии церкви, до того, как мы говорили об англоговорящем сегменте. Александр Шевченко первый, который толкал эту идею, собирал меня, Влада, Эдуарда, садил и нам рассказывал, насколько важно, потому что мы живем в Америке и мы идем в будущее. И если мы хотим на самом деле достигать наше общество, достигать и стать церковью комьюнити, а не только славянской церкви, это невозможно с культурным русским менталитетом, это невозможно с нашим переводом на сцене, это нужно для того, чтобы пришел человек, то же самое, что я, своей семьей. Пойду в китайскую церковь, и там на китайском будет проповедь, на перевод на английский, даже на перевод на русский, который мне ближе. Я не останусь в той церкви. Я почувствую себя чужим в этой церкви. Я не хочу, чтобы мои дети слушали проповеди по-китайски. Мы говорим сейчас даже не о втором, а о третьем поколении людей в эмиграции. Если не сделать шаг навстречу этим людям, они уйдут и правильно сделают. И поэтому никого не должно удивлять, что люди покидают традиционные церкви. Эти люди не бунтари. Эти люди просто имеют право воспитывать своих детей и самим развиваться духовно в тех церквях, в том окружении, которое им ближе. И сейчас разговор не только языке, разговор прежде всего о культуре. Мы приехали на территорию другой культуры. Хотим мы этого или не хотим. Even when I got married and my wife who, you know, she was born here and, you know, her parents did not force her to speak Ukrainian the way that mine did or to go to Ukrainian school. So she's even more, I would say, American and she understands even less of the Slavic culture and language. Even when we faced issues, you know, at one point we looked at House of Bread Church, where I already, since I've been here, I can receive, I can understand the Russian language. I think I have a really good understanding of the Russian language. I'm receiving food. I'm growing at House of Bread Church. My wife isn't because she doesn't have that same understanding. But even under those circumstances, we both, because of ministry, stayed. If I wasn't in this church, if I was not in a church that really pushed ministry, if I was just sitting in a church and my main experience of church was coming to Sunday service and that's it, I don't think I'd be in a Russian church. I think a long time ago, I would have already been in an American church. The moment that I realized I needed more or the moment my wife would have spoken up and said, hey, I'm not receiving, we'd be in an American church. I didn't know if I could even stay here at this church. I wanted to. This is where my husband was serving. This is where I was even trying to serve however I could. But I wasn't able to grow because I wasn't able to understand the Sunday services. So at one point, you know, me and my husband were even talking about possibly the need to look for a different church. You know, at first this was something that I was kind of embarrassed about. Man, I don't understand Ukrainian or Russian anymore. This is so, like, sad. But the more I started talking with other people, more my age, I found that it wasn't just me. There were other people who were having the same struggle, the same desire, you know, to grow a hunger, to be a part of something. But they couldn't really find a comfortable spot for themselves because, again, the language barrier. It's not a question about language. That's just the tip of the iceberg. The question has to do with culture. And when we say culture, we're not talking about which culture is better, which one is more spiritual or less spiritual. We're simply talking about the culture we live in. We're going in the direction of culture, we're going in the direction of culture, in which we live in. And our society has, first of all, culture of simplicity. So I think that if our church will be changing in clothes, in the mood, in the relationship, and in the direction of culture, we're going in the direction of simplicity, in our church, so that people can come freely and feel comfortable. There's some kind of atmosphere that's been created in English-speaking services, and it's a little different. It's a very subtle question, even if we talk about it, how we're healthy, how we're welcoming each other, it's easier for us. I saw that we had a vision and when I say we, I'm saying starting from Pastor Alex Shechenko down just through the board, there's a vision. So for example, from day one, when Student Ministries was opened up, when we had Youth Ministry, the church blessed us to do all English. I remember talking to people from other churches where it was a sin to do something in all English. We said only English. Those kinds of moments showed me that we're going in that direction. But to get to where I think God wanted us to be, it would take time. Quality change, the shifting in thinking, shifting in quality service, even the way that we serve in church, it takes time. вообще Бог всегда смотрит наперёд. Он Бог будущего. Настоящее, оно формирует будущее. И я думаю, что этот момент нам надо тоже учитать, и мы его учитали. Для будущего поколения нужны люди этой культуры, богобоязненные, ходящие в Боге люди. И потому я считаю, что этот поворот тоже своевременный, нужный. А мы, вот как тыл, будем поддерживать дальше команду Эдуарда, служение Эдуарда, и благословлять, и двигаться вместе. Старший пастор, я думаю, что он как раз был тем ведущим, хотя бы из-за того, что он имел много внешнего непонимания. Это показатель, что он был ведущий. Потому что, когда человек ведущий, он обязательно видит дальше то, что остальные до конца, может, ну, такое слово, не догоняет пока еще. Есть конфликтный из-за характера, а есть конфликтность из-за видения. Если человек конфликтный из-за видения, мне всегда это вызывает восхищение, и я хочу быть рядышком с таким человеком. возможно, это главное, почему я в этой церкви, и почему я, вот сколько времени с уважением, почтением, отношусь старшему пастору, к его видению, именно вот это. Я думаю, я слышал это пример от пастор Алекс много раз, что хороший шепард это человек, который не слишком далеко от людей, который он ведет. Вы не можете так далеко, что есть большой дискотек, но, в то же время, вы не можете быть комфортно ходить в центре, потому что вы не ведете, вы не ведете. Это пример очень, очень сильный, и это помогает мне тоже. Потому что если мы будем делать quality change, мы должны быть комфортно с людьми и respect их. Это being said, если Бог gives you а vision, если Бог gives you а direction, вы должны быть комфортно. Вы должны сделать это немного uncomfortable. Не так uncomfortable where это disrespectful и dishonор и dishonор the people that Бог gave you, но, в то же время, это не так disrespectful и dishonор если вы не challenge people because God is the one that gives you that direction. It's been an amazing journey being under Pastor Alex and his leadership. There was a lot of clarity, a lot of order to doing things. Things were not done just because. There was always a stimulation to think, not just to be part of a crowd heard, but to think independently, to analyze, to be strategic in things. любовь к людям their старшего were not all understood. I completely thank you to my team and the people who were there. They stopped many things, which did not understand or did not differently. But we stayed together. And we did it for God and for the Church. It's hard to say, when the first time there was such clear мысль о том что похоже приближается время передавать служение другому человеку но я чаще и чаще последние лет пять а может быть даже 7 стал замечать что я хуже и хуже справляюсь с хорошей половиной нашей аудитории церкви дом хлеба это связано с тем что мы живем на территории соединенных штатов и я чувствую что я отчасти начинаю терять эту аудиторию но это только одна из причин которые меня наталкивали на мысль что нужен другой человек в качестве первого пастора первого лица потому что мы живем в условиях эмиграции если на смену мне не придет другой человек который владеет в совершенстве английским языком я не смогу это общество в условиях америки повести далеко прежде всего нужно решать эти вопросы между мной и богом и прежде чем делать какие-то заявления какие-то движения нужно удостовериться что действительно пришло время и хорошо сформулировать что мы делаем но поскольку в этом случае речь идет не только обо мне а также о другом человеке который должен стать на моем место то я понимал что здесь откровения должны сойтись и преемник человек который займет место старшего пастора церкви дом хлеба должен получить свое личное свидетельство от бога что он тот человек который должен стать на моем место это принципиально важно потому я не делал ничего в этом отношении прежде чем мы не встретились и не поговорили с этим человеком я хочу сказать что этот человек пастор эдуард кислянка пастор алекс ученка called me and he asked the question kind of straight up there's no real way of of beating around the bush but he asked me you know what do i think about this decision or this idea of him transitioning out and for me to step into the role of senior pastor um i don't think i expected that call but when he called me i don't think i panicked i don't think there was anything troubling in fact it kind of um i don't know it's weird it kind of made sense on the spot uh i think because pastor alex never um no matter how much from the outside house of our church is alex ruchemka uh from the inside uh alex's thoughts alex's um actions decisions they were always around one thing he was always talking about people uh alex always talked about the church people vision and so for me i don't think it was shocking um as much as it came out of nowhere it wasn't shocking because the view that i think was being planted nasa dallas uh it was in line with that and i never felt like this was alex shivchenko's church no matter how much it looks like from the outside from his side i never really saw that and so i don't think it was as shocking to me as it was to anybody else um my reaction uh obviously i took time obviously you know this was a process that took a couple years years this is not just something that happened in a week or two or months or one year this was a few years and i think that conversation and that same phone call happened a few times from my side i did not rush to oh yeah yeah this is yeah this is right it was more like this is interesting let's think about what he was going on what uh what was the actual realism of his tears in the table that that he was the only minuteűнノ was granted that the appeal of his name was figured out that he was himself to have anything like a nap or something to feel that there's something like a there are some stagnant that there is no way of noticing that a lot of感ardo or something like a place that Я даже и не предлагал в одностороннем порядке, я просто спросил, как он себя видит в этой роли, что он чувствует, как он вообще смотрит на вот это все. И настолько спокойный взгляд, настолько спокойная реакция, все в руках Божьих, это Божья церковь, чему мы учили все 15 лет. Я пришел к конкурсу, что это было Бога, и что это было Бога, не только для Господь Божьих, но это было Бога, для меня. Я думаю, что все начинается с бурден. Вы можете уйти, но если нет бурден, то я думаю, что это очень важный взгляд. Я не могу уйти, чтобы было не было бы ваше сделание. Я думаю, что это начинается с бурден. Я должна быть видеть, и это нужно будет быть в этом в твоем сердце, не просто что-то просто знал. И в первых вопросах я спросил, что это что-то я бы имел, что я не так взяло в том, что я бы не 싶ися, но риск? Я жалву, я не знал, что ли, что ли? Назву за лиу, что ли ты, для Хасибберрг, не только для Гражданского, для Гражданского, для Гражданского. Потому что я больше на Хасибберрных, я много на Гражданске. Do I have that? Because I'm not just taking over English church. We're talking about taking responsibility for the full congregation of House of Bread Church, including the Slavic side. And so do I have the love, the passion, the interest to even sacrifice some of my things in order to serve? And when I found, yeah, I have that. I mean, I do. I see the need and I care about it and I pray about it and I think about it and we talk about it with my wife regularly. That was the first step in the direction of, okay, the second step was peace. I look for peace. God, is there peace that this is something that you want me to do? Do I have peace? Can I really take this step without having to stress? The stress will come later. But can I take this step with peace? And I had peace, I think from the first phone call. Really interesting, but I had peace. I didn't have fear. I had confidence and not in myself, but just confidence that God, this is you. And if it's you, then what do I have to be afraid of? You will give the wisdom. You will give everything. So peace was a second thing. And then the third thing, which came over time. And once again, this is a process of, I think it was two years. This isn't something that happened overnight. But looking back, the third thing that really helped me understand that this was what God was calling me and this was from God was, is, okay, there's a burden, there's peace. Is there vision? So I was examining and seeing on a practical level, can I serve English, the English side, to continue growing in the direction it's going? And probably even harder, but more significant, can I see a vision for the Slavic side of House of Bread Church? And those were the questions that I looked at. And over time, God gave ideas, God gave direction. If we look at the perspective, if we consider where we live, and in what circumstances we live, we must definitely think forward. And here's something very important to say, that Eduard already管 the Church for about a year. Just we didn't give this a decision. Все решения, все встречи в основном вырабатывалось, я уже больше и больше отходил от дел. Можно сказать, я 15-20% участвовал в каких-то там принятии решений. В основном это делал Eduard с администрацией церкви. Потому это просто люди не знали, я думаю, даже ничего и не заметили, поскольку мы в нужные моменты советовались, встречались. Но в основном мы уже много лет прошли вместе и много лет собираемся идти вместе. Просто мы это делаем очень постепенно и медленно передаем. И точно так, как Eduard находился под моим управлением, так я убежден, Господь даст мудрости и способности находиться под управлением пастора Eduarda. Как взять мою личность? Я где-то много не соглашался. Потому что ты привыкаешь, ты обрастаешь отношениям, и ты понимаешь, что приходит какой-то сезон, где нужно как будто что-то поменять, рельсы. Но мы же в одном и том же поезде, но рельсы меняются, и нужно будет вот направиться в другую сторону. Поэтому я осознанно соглашаюсь, я благословляю Александру. Я верю, что Бог имеет какие-то планы дальше. Это доверие Богу. This discussion started not just a month ago, not six months ago, not even a year ago, years ago. And of course, this was something that was birthed in Pastor Alex Vyushchenko's heart. And then it surfaced, and close people, the board, close leaders found out about it. There was so much discussion, so much prayer, so many meetings, evenings, days, retreats dedicated to this. This was not something that was just kind of done in haste, quickly. This is simply a strategic move, a vision, looking into the future, and Pastor Alex sensing from God that, you know, the time is now. To really think that way, you have to see far. You have to have a vision. You have to think about the church. You have to understand culture. You have to understand the time today. You have to understand, you know, who we are, Slavic immigrants, integrating into the Western culture and society and church structures. So this was done with absolute peace. No tension, no pressure, as it sometimes happens in churches. There's build-up, there's tension, pressure, things burst. Leaving, there's none of that here today. And we speak that openly. We are in marriage already 25 years old. 25 years old, practically, in служения вдвоём. I learned to trust God, I learned to trust Him, to support all decisions. That's why we spoke about it for many years. We knew that early or early it will happen. And it's a natural process for any ethnic group, who is in emigration. And it's not a quick decision. We came to this for certain years. And it's the first time I heard it, услышал, естественно, это вызвало, ну, какое-то внутреннее противление. No, it's not right. What happened? Почему? Но со временем, допустим, если сказать, поддерживаю я или не поддерживаю, короткий ответ — да. Ну, наверное, почему? Ну, во-первых, что это личная инициатива пастора Александра. Нету никакого бунта, нету никаких подводных сговоров, нету никакого греха, нету никакого там выражения недоверия. Знаете, как можно очень дипломатично сказать пастору, спасибо, мы в твоих услугах не нуждаемся. Ничего этого нету. Это личная инициатива Александра, поэтому уже само по себе как-то противиться то, как его ведет Господь, уже 50% всего это снято. Хаслебрад Church has always been a place that's been looking forward. Most of our board meetings, we don't spend time talking about what happened in the past. We spend time talking and dreaming and making plans about the future. The English service opened up, I think it was the beginning of the process that we're in right now. It started a practical shift in that direction. And I like the fact that, you know, this isn't something new that we're starting right now. This is something that we've already been on for five, six years. The direction that we're heading in has already been, you know, started five, six years ago. And I stepped into that role as well, taking over or taking responsibility for English services. And so this isn't something that is starting from zero. It's something that was already set in motion, not even by me, in this case, by Pastor Aleks Shevchenko. If I'm honest, to me, the decision of a pastor Alexander Shevchenko to give position of a pastor in his own, when they were in 46 years, before it was not clear. Why? First, because it was only 46 years. I don't know pastors that have for 46 years, a thousand-year church in order, to leave or to deliver to church старшего пастыря, я таких примеров не имею. Но когда пастор Александр, он более открыто и говорил о том, что он понимает, как он видит, почему это он делает, мне его решение, оно на самом деле стало понятным. Я понял следующее. Во-первых, что есть призвание у человека, есть определенные периоды, есть определенные открестки жизни, есть моменты, которые определяет Бог. Поэтому 15 лет Александр отдал служению по местной церкви Дом Хлеба. Поэтому его решение передать служение старшего пастыря и идти дальше, двигаться в том призвании, которое призывает Бог, я считаю, это понятно, это честно, это справедливо. Я задавал вопрос лично Александру, наверное, точно как каждый из вас сейчас задаст этот вопрос. Зачем молодой, в разгаре, церковь успешная, у нас происходит бурный рост. Ну, как будто бы сейчас мы вышли на такую линию, только-только мы можем увидеть то, что мы мечтали, когда церковь открывалась еще в большей мере. Я пробовал зайти чуть-чуть глубже, задавая вопросы. А что произошло? Есть ли какие-то внутренние моменты? Есть ли какие-то процессы надлома, какого-то срыва? Для меня ответ стал очень четким, очень ясным. Я его принял как от Бога, когда Александр рассказал о своем личном призвании, о своем личном хождении перед Богом и куда его зовет Бог. Я пришел к выводу, что это большая ошибка думать, что возраст должен определять. Если я чувствую себя хорошо, я еще достаточно зрелый человек, значит, я еще могу 10, 15, в моем случае 20 лет оставаться в роли старшего пастора. Это большая ошибка. Если мы думаем, что опыт является определяющим фактором, что я остаюсь в роли старшего пастора, потому что я же уже как минимум на 15 лет более опытный, это большая ошибка. Когда мы смотрим, например, на Моисея, о котором написано, что сила его не истощилась, зрение его не притупилось, он был полон сил еще служить Израилю, он был очень опытным человеком, Богу понадобилось столько десятилетий, чтобы его так сформировать. И Бог ему сказал, все, выйди на гору и умри. Пришло время другому человеку, другое общество, другой сезон, другое поколение людей пришло. Что мы можем сказать против Бога? Казалось бы, Господи, у тебя уникальнейший шедевр этот Моисей, другого в истории не будет больше. Он же еще полон сил. Если опять же посмотреть на Иисуса, ему было всего лишь 33. И с человеческой точки зрения можно сказать, как это понять? Единственный раз в истории Сын Божий приходит на Землю, посетит другие страны, другие континенты. Ты стольких людей можешь исцелить, ты столько можешь сделать. Да, ты можешь совершить свой подвиг на кресте, но позже, хотя бы к 70, оставайся, ты нам очень нужен. Но это исключительно человеческий взгляд на возраст. Когда мы смотрим в нашем окружении на людей, которые исходят из возраста и судят о сезонах в жизни, исходя из возраста, как правило, эти люди проигрывают, как правило, эти люди крупно ошибаются, потому что ему 70, а он все еще полон силы. Ему 80, а он все еще полон силы. То есть человек даже не озадачил себя вопросом. Бог определяет сезоны, а он просто ставит ударение на то, как он себя чувствует. Но я считаю, что мы должны полностью по-другому посмотреть на этот вопрос. Потому рано или поздно это прерогатива Бога определять. Если проигнорировать тем, что Бог говорит в моем сердце, быть невнимательным или очень ухватиться за кресло, за свою позицию в церкви Дом Хлеба, я точно скажу, потому что я точно знаю, что произойдет. Я потеряю помазание. Я потеряюсь сам, как человек. Потому что самое главное — это видение. Самое главное — это чувствовать, куда движется Господь и куда он направляет тебя. Если я этого не сделаю, я себя потеряю, я придам доверие людей. Не сразу люди это почувствуют. Духовные почувствуют сразу. А другие почувствуют со временем. Я прихожу к такому рубежу, что у меня что-то меняется внутри. И мои силы внутренние, и моя энергия внутренняя, она начинает перефокусироваться больше на преподавание, на написание книг, пособий. У меня сильное желание заниматься с более узким кругом людей, работать на внутрицерковные устройства. Я сейчас говорю не только о Дом Хлеба. Я говорю в целом, что звонят пасторы, служители, кто-то начинает свое служение. И вот там вот как-то вот мне оно становится намного ближе. То есть я чувствую, что основные мои силы, мое время начинают перетекать вот в эту область. Я просто буду опыта. Я говорю, я говорю, если я вашу, я не хочу, я могу убить, to fight all the russian um speaking you know people that are influential or in this case board members to try to convince them i'm not interested in that if this is from you let it be more natural let it be i mean especially in this question this was a lot to ask of god natural for alex to pass on to edward kislanka house of bread church responsibility as senior pastor that's not very natural but i asked him like god let it be a natural thing and we met with the board the first time and when we talked about it i think that was just such a confirmation because i saw yeah god god made it work out things are lining up so when i put all those things together i did see that this was something that god was guiding me towards doesn't make it easier a lot of questions a lot of challenges um not blind to the reality but at the same time full peace that if god's here doesn't matter who it is alex chenka edward kislanka whoever's going to come after me it doesn't matter god's going to guide it's his church as we've said over and over отношению edwardа пастора нашего да я очень доволен у меня внутри большой покой мир это человек божий это человек призванный это человек которого бог формировал от начала в нашей церкви он занимался с молодежью teenagers high school college он служил практически он вырос духовно и состоялся как божий человек в нашей церкви для меня лично это огромная радость когда я вижу что бог подымает из нашей среды молодое поколение эти люди эдуард и аня они выросли на наших глазах я много раз делилась моим мужем о том что после очередной его проповеди когда он начал говорить когда он делился словом в церкви я просто восхищалась богом говорила насколько бог его помазывает для приди я не понимала для какого служения я не могла это предвидеть но я говорила всегда что я восхищаюсь богом потому что я вижу огромный рост мудрость помазание меру помазание благодати который будет дает этому человеку как он его взращивает как он заботится о нем и для меня эти люди огромный пример 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 посвящения богу любви богу любви к церкви я знаю прятать годы уже много лет я знаю прятать годы уже много лет прятать годы уже лет 15 лет 70 лет и мы многое в южных министриях в годы в том же директорх когда южных министриях начали чего и эдвард было очень в команде он всегда был part Он всегда был виноват. Эдвард был один из нас. Он не приходит из-за отсутствия. Он был продуктом от нашей жизни вместе. Он был с нами. Он знает Брэд. Он знает наш семьи. Он знает как мы функционируем. Он знает что мы ценим. Он знает почему и когда. Он не приходит из-за отсутствия. Это очень хорошо, потому что, я думаю, есть один уровень вероятности. Он знает, все люди его знают. Он просто хороший человек, хороший семейный человек. Генуальный сердце, открытый сердце, благородный сердце. Мы видим Эдварда, он вырос у нас на глазах. Мне даже была такая привилегия. Я преподавал ему водное крещение. Это был подросток, да? И если бы мне кто-то тогда сказал, это следующий пастор Дуб Хлеба, я вышел из воды и сказал, братья, знаете, что случилось? Я думаю, меня погнали оттуда и с моими откровениями. Но это случилось, он вырос на глазах. Что меня тронуло и сказал, да, он готов. Что он не отпускает старшее поколение, прося у них помощи, заботы и покровительства. Для меня это зрелость сына. Ну, я в данном случае предыдущее поколение. Зрелость отца или старшего поколения, который передает, заключается главным, или отцовство, как мы говорим, что они желают, чтобы их сыновья пошли дальше их. Я увидел, что одни и другие, они полностью отвечали этим стандартам. И на каком-то определенном этапе, разговаривая с детьми, разговаривая с молодыми людьми, я обратил внимание, что для них более фаворитный проповедник – это уже не Александр. Это уже был Эдвард или Влад, Владимир Колынюк, да, или Владимир Котяков, наши анноязычные. Мы сейчас говорим за Эдварда. И наблюдая за всем этим, это тоже приводит к какому-то такому логическому заключению. Легко внутри признать этот факт и как бы перейти как бы на новый этап жизни и развития и служения Церкви Дом Хлеба. Эдуард Кислянко, он вырастал здесь, в нашей Церкви. Я помню, когда он принимал водное крещение, я помню, как мы с ним несколько выездов с молодежью имели, или с подростками. И с того времени я заметил, что Бог формирует этого человека для определенной какой-то цели. Конечно, тогда я не думал, что Бог его готовит на служение старшего пастыря Дом Хлеба. Но то, что на нем призвание, и Бог его к чему-то готовит, одна сторона, и вторая – он послушается Божьему призванию, Божьему зову. И он растет в этом. То, смотря сейчас, я могу сказать, что да, Бог его готовил. Это тот человек, который дальше поведет нашу Церковь. Я пастора Эдуарда еще знаю, наверное, когда ему было лет 15. Мы были вместе в другой Церкви. Мы общались, мы ездили на миссию. И когда уже началась Церковь Дом Хлеба, конечно, мы пересекались, мы виделись, мы общались. Это очень интересно и потрясающе смотреть, когда Бог просто берет человека, особенно наблюдать за процессом, которого ты знал 15 лет, которому было 16-17. И когда Бог шаг за шагом ведет человека, человек входит в свое призвание. Я в Эдуарде вижу и способности, и таланты, и возможности, и характер, и сердце, чтобы служить людям. Церковь будет дальше расти. Возможно, будут какие-то видоизменения, как при любом человеке, который встает, у него есть свой характер, есть свой почерк. Но мы Эдуарда знаем очень давно. Я лично видел, как он настроен, какой у него любознательный ум, как много он читает, следит, как он ведет себя во время дискуссий. Мне нравилось, что он достаточно консервативен в отдельных доктринах, принципиален. Он может это отстоять. С другой стороны, он может вести себя очень аккуратно. Он может объяснить это людям и не оскорбить человека. Вот этот такт, вот эта способность разговаривать. То есть, другими словами, очень много вещей у нас похожих, я бы так сказал, как мы мыслим. И также я наблюдал, что у нас с самим Эдуардом очень хорошие доверительные отношения. Я никогда не видел никакого напряжения. Не знаю, как я буду вести себя в новой роли, находясь под его руководством. Надеюсь, Господь даст мне силой мудрости справиться с этой новой ролью. Но до сих пор у меня нет вообще даже внутренней тревоги. Я не знаю, что я не знаю, что у меня тоже на самом деле у меня многое, очень многое, очень многое. Подвижение моегоikte honestly и глупых, что это очень важное для меня. И на самом деле он был наш родитель и в окружении. Он был настоящий в моем стадии. Он был герой в их урожай. Это была хорошая отношение с моим родителем. И это действительно, я думаю, что меня держит в Славик culture, в Славик фейтинге. Я думаю, что я получил, что я получил от моих родственников, от моих родственников, действительно помогло формировать и moldировать меня. И я нашел в себя, вы знаете, что эти две две культуры, я не никогда никогда не проживала с хренью towards Славик culture. Я хочу верить, я хочу быть от, я хочу дышать, а любить, я хочу, быть приятным, я никогда не бывали, я не Kleinко справился. Я не respected, как я пришел. Мы сегодняшний в Славик запретил в Славик 12 лет, я видел神 дима у нас задача, членджа, членджа, членджа. И это просто будет один вот шаг с обедением, за siguiente, за следующий. И пока вы идете в свое, как ты не понимаешь, что ты не понимаешь, что ты думаешь о том, что ты делаешь? Но теперь, я могу видеть, что Вы действительно были подготовлены нас для этого времени. Как я даже могу сказать это? Я могу видеть себя, в моем сердце, как я чувствую себя, в последние 12 лет. Вы знаете, мой персонал тестированный, как Бог научит нас, чтобы услышать Его голос, чтобы быть обеденными. Он просто так тянулся к нам, чтобы слушать Его голос, чтобы быть обеденными. И я думаю, что я имею в виду, я думаю, что я имею в виду уверенность, что я имею в виду уверенность, чтобы быть обеденными и скажем, да, да, да. В early наше отношение, когда мы были даже жене, мы были обсуждены, что, если Бог calls нас, wherever Он calls нас, Whatever He tells us to do, do we agree with one another that we are going to be obedient and we're going to do what He says? And these are the conversations we had before we were married. And then as we got married and started ministry here at House of Bread Church, first teen ministry, then high school ministry, then college ministry, there was a process that was happening. And so I stand fully supporting Edward. I stand beside him. I believe this is where God is calling us. I believe that we are not just members of the church, but also active members and members of the church. Like it has been so far. Pastor Alex's role is changing from senior pastor to founding pastor. And founding pastor, you know, number one, there's the honor that is due for being the founding pastor. Number two, I think, you know, for me, the main advisor, the main person who I want to hear opinion, I want to hear his view and just to be able to have somebody to talk to, not just church stuff, but personal stuff. I'm saying pastoral, like a pastor to a pastor. You know, that role is first and key, you know, to preserve. That's what I really wanted to have going forward. As far as Pastor Alex's, you know, role within House of Bread Church, he is, you know, we've already created commitments. This isn't just a gentleman's agreement where we talked and that's it. No, we actually put this on paper. Once again, proof that this is not something that just happens for the moment. There are many meetings deciding what is a fair commitment, what is something that, you know, you're healthy with and something that we can get on paper. We didn't need this paper. Pastor Alex would still be here even without the paper, but we wanted everything to be clean and organized. And we've created a commitment for Pastor Alex that, you know, we created a three-year commitment and a two-year commitment. So five-year commitment in total. Самая большая перемена в отношении меня заключается в том, что я становлюсь в подчинении старшему пастору церкви, это пастор Эдуард. И так как это было у нас в церкви принято, старший пастор обладает правом последнего голоса, так и в нашем случае я не смогу уже быть в роли человека, который утверждает какие-то решения. Я могу посоветовать что-то, подсказать, я остаюсь в этой роли, но я не смогу быть человеком, который будет утверждать какие-то решения. Потому я становлюсь равноправным членом пасторской команды. So the commitment, you know, from Pastor Alex is to continue serving the way he has been. Sunday services, once again, you know, where God is leading Pastor Alex in his calling, the gifting that God's been using in Hasabar Church to speak, to give a message, to teach from stage, that commitment stays. He's going to continue speaking, he's going to continue participating, his commitment to being on the church board. Not just, you know, a lot of times people have kind of like, oh, figuratively he's still on the church board. No, to participate in decision-making as a board member, to participate in making key kind of adjustments and all of those things. That commitment is still here. Это вообще-то будет пример большой для славянского общества в мире, во всем мире. Потому что в свое время передать и стать рядом, это благословение. Если не в свое время ты передаешь, это урон для церкви. Кроме внутренних своих наблюдений, исследований своего сердца, молитв, общений со своей женой Жанной, я звонил нескольким людям. Людям, которые имеют большие церкви. Людям, которых я очень уважаю. Людям, которые имеют большой успех в служении. И людям, которые сделали такой же шаг в плане передачи служения другому человеку. Один человек конкретно молился за меня и просто говорил, что это от Господа, что это время, что это очень правильный шаг, что к этому прислушаются другие люди. Потому что мы начнем массово терять людей в эмиграции, наших людей. И мы, конечно, можем винить этих наших людей, как хотим и сколько хотим. Но виновны мы. Потому что урулястаем мы. Значит, мы что-то не так делаем. Я почему-то верю, что это не просто мой какой-то частный случай. Что это мое решение, и там вокруг меня много крутится. Я действительно верю, что это будет началом какого-то важного, большого процесса в нашем обществе в эмиграции. Это жизненные слова, D.C. И даже не говорит – что этого слова нет. I think it is a strong statement through this example, somebody like Pastor Alex Lechenko, that this is not just possible, this is how it should be. This is a healthy way of doing church, and we can preach all we want that this is Christ's church, but these are the kind of moments that really speak louder than anything that we preach. We have an identity. We have a foundation that we're already working on. The foundation of House of Bread Church, being strong on God's Word, being strong on the principles of God's truth that we get to know through God's Word, and I think the leaders and the experience and the connections, all of those things that make the foundation are only a benefit for our English. That means we can grow out of something naturally, and we have something that we're building off of. Now, it takes more time. It's not as efficient. It's not as quick in results, but I think in the long term, if done properly, it was a, I don't want to say genius, but it was the right move. And so I think having the background and having the Slavic foundation, it's only a benefit in a transition. We think strategically. We consider the circumstances, in which our society lives, and we care about people who are born here. If we don't do this, I'm sure I'll project for the next 10th century. По мере моего взросления, я не буду говорить старения, так же будет стареть и церковь. Это уже принято, это уже понятно. А в наших условиях эмиграции это еще усугубляется, потому что мой язык русский, то есть мы сужаем и сужаем это общество. Другими словами, мы вытесняем больше и больше наших детей, людей, которые в силу возраста, образования, им нужно давать ход. Они должны подниматься на сцену, они должны приглашать своих неверующих друзей и наполнять церковь разными другими народностями. Мы практически навсегда закрываем дверь в ту сторону. Это большая ошибка, это неуважение ни к нашим детям, ни к местному населению. Поэтому да, это стратегический ход. Это стратегический ход. Вот, если учитывать перспективы и будущее, это будет оправдано, и Бог это благословит. На протяжении 15 лет церковь Дом Хлеба, она привыкла к переменам, к тому, чтобы принимать вызовы от Бога. Я на самом деле верю, церковь Дом Хлеба, вот этот вызов, который сейчас Бог поставил перед нами, вызов времени, куда Бог направляет церковь Дом Хлеба. Я об этом молился. У меня есть внутренние откровения от Духа Святого. То, что мы сейчас видим свидетельства на русских богослужениях, мало это в славянских церквях в Америке видно. Мы крестим новообращенных людей, не только наших детей. Это приятно видеть. То, что мы сейчас начали крестить из разных культур, с американских, с мексиканцев, с других культур, это также приятно. Но я получил от Бога откровение. То, что мы сейчас видим, это будет происходить массово. Это будет много людей. Это будут люди, особенно с молодого поколения. Это скалоджи, это школа, это вокруг, где люди потянутся к тому, что Бог делает здесь. Я вижу следующий серьезный божественный прорыв. Действие Духа Божьего, который вырвется не через отдельных личностей, но через измененные сердца масс, которые сметят национальные границы, религиозные границы, расовые границы, политические границы и социальные границы. И я вижу это движение как мощное и очень сильное. Когда людей, которые сейчас есть, останется в меньшинстве по количеству с теми, которые придут. Вот так я вижу церковь лет через 15-20, на которой нужно работать. Даже естественно наука говорит, да, наука, природа, что птицы собираются по своему роду. И это не просто цвет, ни в коем случае, и не просто язык, это дух. Поэтому если в этом духе мы будем все едины, и разные нации, я 100% за. Поэтому everybody welcome. Мы любим всех, мы готовы со всеми трудиться, служить и быть под одной крышей церкви Дом Хлеба. Я помню, когда-то был я в Аргентине несколько раз, и мы посетили старую славянскую церковь. Эмигранты, которые уехали в 30-х годах. Выплачено помещение, хорошее здание, но пустая церковь. Собралось там несколько десятков человек, и мы спрашиваем, в чем вообще? А было больше? А они говорят, была полная церковь. Я говорю, в чем причина? И там один дедушка, уже старенький дедушка, сказал, мы пытались сохранить нашу культуру. И наши дети все ушли в испанскую церковь. Церковь не для того, чтобы сохранить славянскую культуру, или наш красивый, прекрасный русский или украинский язык. Церковь для того, чтобы на доступном языке данным людям, живущим в этой культуре, донести Евангелие. Учитывая условия, страну, в которой мы живем, куда мы переехали, где родились наши дети, и дети у наших детей, мы должны это сделать, иначе мы закончим так, как закончили люди первой или второй волны эмиграции. Эти церкви исчезнут. Моя мечта, что в церкви Дом Хлеба, когда в одно воскресенье я зайду на богослужение, я на сцене увижу чернокожих, я увижу китайцев, я увижу испанцев, которые будут отображать наше общество, которому мы служим. Зал будет наполненный самыми разными культурами, никто себя не будет чувствовать, что им здесь неудобно, что им здесь неприятно, это будет их семья. Моя мечта, и еще больше, что мы свои дома и свои сердца откроем к людям, которых любит Бог в нашем обществе. Это означает, наши baby shower, наши день рождения, мы будем праздновать вместе. Конечно, это процесс, это время, но я об этом мечтаю, когда эти люди будут здесь приходить, находить Божью, духовную семью, рождаясь выше, и их духовное становление и следующее поколение, оно будет становиться мультиэтник, мультикультурной, межнациональной церковью. Мы пригласили американские люди в наши церкви, или даже, мы имели мультиэтнический церкви, который пришел и sang с нашей церкви, и я просто помню, подумала, «Моя Господь, святое не просто будет украинские и русские, святое будет всех, из каждого цвета». Это был такой красивый момент для меня и интересный, потому что я люблю мои люди, я люблю where I come from, I love my славик background, I'm grateful for where I came from, but I also love my neighbors who are here in every color, and so I'm excited and I think there's such a richness in becoming truly one family. I think that's what God intended for us. Я мечтаю увидеть такую церковь. Я мечтаю, чтобы это не просто было многокультурное общество, чтобы это были люди, рожденные свыше, чтобы объединяющим фактором этих людей все-таки был Иисус и любовь к Иисусу, но чтобы это была церковь состоящая из многих национальностей и культур. When we're making these changes, I think as pastors and as leaders, we think about vision, we think about big picture, but when it comes down to it, if I'm a member of House of Bread Church, I'm not just worrying about big picture and future, I'm also worrying about now. What's going to change? How significant is the change? Can I still find my home here, or is this going to become a whole different house of bread, in this case? I've mentioned this before, but I think there's a blessing that this is not a separate church. And in the same idea, I'm not somebody from the outside that's coming in, growing up in another church, growing up in another atmosphere and bringing that here. I grew up here. I've been formed here. I've been here for all 15 years because the identity of House of Bread Church makes this place home for everyone. Number one, the Word of God is valued here. It's elevated to a place where we want to teach, we want to base on the Word of God. We don't want to compromise the Word of God because of tradition, and at the same time, we don't want to compromise the Word of God because of Trent. That identity, that's not changing. That's who we are. That's who I am. That's why I value this church. That's why I've been here for 15 years. Number two, ministry. Our church has always pushed people into ministry. We've broadened the idea of what ministry is from, you know, when I grew up, choir or preaching. We've broadened that to the fact that every person, no matter who you are, you're called into ministry. Inside the church or outside, businessmen, mom, worker, pastor, evangelist, doesn't matter. Everybody is called to ministry and equipping people and wanting to see people get plugged into ministry, even if it's not in the church, outside of church. That has always been a huge portion. That's how I got involved in church. That identity is who we are and makes us who we are. That's not changing. That's what we're going to continue doing. And number three, you know, even though we're a Slavic church in America, in our own way, we've always cared about community. As a Slavic church, we've always done all our events, including this only Slavic speaking events with the idea that, hey, we're going to invite Slavic speaking, Russian speaking, non-Christian people. whether it was musical nights, art galleries, even before English service, the idea that, hey, we can't just be stuck on ourself, we have to be reaching out, that has been part of our foundation from the beginning. That's also something that's part of our identity that has not changing. in the end. A few minutes ago, Aleksandr Shevcienko parted with me with the rumor that he leaves a paster that is an English spoken service person, he has a great word for serving. When I heard that a person leaves that a person, I thought, what am I feeling и прямо сейчас. Я чувствовал помазание Бога, я чувствовал радость. Я понял, что это новый сезон для церкви Дома Хлеба. Церковь, когда имеет много сезонов, это сильная церковь. Знаете, есть порой церкви, наступил один сезон, и никогда этот сезон не заканчивается. Люди так рождают, рождаются, умирают в этом же сезоне. Но я вижу, что церковь Дома Хлеба постоянно меняется какой-то сезон. Это прекрасная церковь, и знаю, что имеет прекрасную будущность. Шаг Александра Шевченко, который делает, это пример для многих пасторов, для многих церквей, которые то время, что человек может сидеть, просто управлять церковью. Ну, смотрите, церковь Дома Хлеба имеет здание, имеет всё. Вроде бы уже надо просто сидеть, управлять, работать. И этот человек это время уже думает про людей, про будущего поколения или поколения, которые приходят, про англоговорящего поколения. И человек старается, чтобы было пробуждение, и было просто хлеб на каждый день, можно сказать. Сделать шаг назад. Но я вижу этот шаг, как шаг Яна Крестителя, который сказал, я должен чуть-чуть отпуститься, чтобы он поднялся. Я думаю, вот этот шаг должен быть пример для многих. Что я верю? Что Дом Хлеба имеет большой потенциал, имеет большую будущность. Я разговариваю с пастором, который будет после Александра Шевченко. Это человек, который наполнен Богом, имеет мечты, знает церковь и сердце болит за церковью. Это хорошая церковь Дом Хлеба и очень хороший пример. Я не думаю, что Александр Шевченко, когда уходит от пасторства, уходит из церкви. Всё равно он в церкви, он всё равно будет наблюдать, какие вещи поправлять. Но думаю, у Александра Шевченко служение ещё выше поднимется для всего мира, потому что я верю, что формат этого служения, калибр этого служения больше создан для всего мира, для славянского мира, для бывшего Советского Союза, который все говорят по-русски, чтобы он служил, имел много времени прийти и назидать церкви. И если Господь что-то делает, мне не должны сопротивляться. Вообще, церковь должна быть христа-центричным. Не просто собираться возле личности, а собираться возле Христа. Поэтому я верю, что церковь Дом Хлеба имеет большой будущность. И служение Александра Шевченко тоже имеет большой будущность. What's happening in Sacramento reminds me of Acts chapter 13, where there were a group of men who served together on a spiritual council. And I'm sure that among those men, the Apostle Paul really had a very prominent, special position. But a time came when they were seeking the Lord and praying, and the Holy Spirit spoke and said, Separate me, Paul and Barnabas, for the work whereunto I have called them. In Acts chapter 13, verse 3 says, They laid hands on them and sent them forth. I can't imagine how difficult it must have been to say goodbye to the Apostle Paul because he had been such a part of that church. But what if the church of Antioch said, No, we're not going to let you go. It would have robbed the entire world of Paul's ministry, and possibly today we would not even have Paul's letters. It was time for Paul to step into his next phase of ministry, and the loving thing was to agree with God and to let it go. And that's what you're doing. And the Apostle Paul never permanently left Antioch. He always came back. It was his base. He always had a voice there. And Alexander Sovchenko will have a voice in your church. It will continue. It will continue. He'll continue speaking. He'll be working with Pastor Edouard. And together, they're going to lead into the future what God wants to do in House of Bread. And what is happening in your church is simply remarkable. And because you're doing it correctly, it will become an example for other churches to follow. And Pastor Edouard is going to do a marvelous job. And Alexander is going to write. His ministry is going to go beyond your church to touch people all over the world. What's happening there is just amazing. About House of Bread, I'll tell you a few things. First, I love the name. You can't pick a better name for a church than a place where people can be fed the word of God. Jesus said, I am the bread which comes from heaven. Jesus said, I will feed you with food that angels eat. Do you know the word of God is bread that feeds our soul? I think one of the greatest strengths of House of Bread is that they have good sermons, good teachings that are practical and that also affect their community in which they live, Sacramento and California. God has given an international ministry to Alex Shevchenko. He's my close and good friend. You know, good friends could have different opinions about things, but he's my friend. And I believe in him. I trust his ministry. And he's done well as a pastor and a leader of this community for many, many years. What is difficult to see in any Slavic church is passing the baton, passing the ministry on to the next generation. And in itself, that's a difficult thing to do in any culture because people who have authority, they like to cling and hold on to authority. And sometimes they hold on too long. But you see, Alex has sensed the need to expand his ministry. And he also has sensed the need of House of Bread Church to have a ministry that has a local man caring for the needs of the people. And he wisely has decided to pass the baton. You see, it's not our race. It's God's race. It's not our church. It's God's church. It's not our ministry. It's the ministry that God gave to us. And we have to be managers, or the Bible calls it stewards of that ministry. And it belongs to God. And at the right time, in the right way, we pass it on to others. Yeah, this world is a land filled with sin and people and false doctrine and false teaching, especially in our day-to-day. And Alex is passing the baton to young Edward, who I respect highly. A young man, also born in two cultures, who loves God with all his heart. You see, that's why I'm a friend of Alex Shevchenko. And I'm a friend of House of Bread Church. It's because they love God. And it's because they serve people. And that's why I am their friend. I congratulate Edward. And run, young man. Run. Keeping your eyes focused on Jesus. We are surrounded by such a crowd of witnesses. They're in the grandstands cheering us on. I'm not a young man anymore, but I cheer on the young men like you, Edward. Run. Run for God. Run with purpose. Run with dedication. Run with passion. Because House of Bread Church needs you. Your city needs you. And this sinful world is so in need of a man of God that has his eyes focused on Jesus. This transition that's happening, even though it's shocking, I think, to a lot of people. But when you actually stop and you examine it piece by piece and you evaluate it, it actually, it's so brilliant on God's part that it's happening now. Because the example, I think, that's best and that's used when you talk about transitions, a healthy transition, is passing a baton. And the points that are always made about a good pass of the baton is that the person who's passing it on has to be running at full speed. They can't pass it on too early, but they can't pass it on too late. It has to be at the top speed. And same thing with the person that's receiving. You have to be not just running at the same pace as the other person who's passing it to you, but you have to be running in the same race to begin with, on the same track, in the same direction. And that's why, once again, I'm, you know, when it comes to big, big changes, I have, I think, there are more similarities between, you know, my views on church, my views on theology with Pastor Alex Shevchenko. We've, you know, we've spent a lot of conversations. We've, you know, I've been a part of the board for years. We've made a lot of big decisions that, you know, I was a part of and a lot of personal conversations about theology, about certain circumstances, issues that come up. I have a lot of similarities in terms of my outlook on church and on life as Pastor Alex does. That means I'm not running, grabbing the baton and running to a different track or in a different direction. I'm running along something that's already been established and something that, even though I wasn't senior pastor, but as a board member, I was able to be a part of, meaning I was already a part of this race. If anybody knows Pastor Alex, they know that he speaks straightforward. There are no games. And when you have a relationship with him and especially a closer relationship, there's no politically correct speech. It's very open. It's very straightforward, sometimes a little painful, but always honest. And I think that honesty has built a real relationship, a real connection and a trust. I think in both direction, because it's not just, you know, Pastor Alex passes this on and Pastor Alex, God bless you. Goodbye. In fact, Pastor Alex offered. He offered. One of the first questions he asked when I agreed was, do you want me to move? Do you want me to leave? Do you want me to get out of the way? Do you want me? What do you want? What would make it easier or better? That was his first question once I agreed to it. And for me, I didn't even take a thought. It was 100% based on our relationship, based on the vision that I've already been following for a long time, based on all of those things. 100%. It would be awesome if you were here. You know, and that's why his role isn't just, you know, he's going to be at church. No, he's the founding pastor. He's, you know, the advisor. He's the person that I can talk to. He's the person who I can work with because he was a senior pastor here. That in and of itself really makes it a safe and controlled transition. When I say controlled, I'm not saying Pastor Alex controlling the transition. I'm saying the relationship is healthy enough to where we can transition in a healthy way. That's why it's taking years. That's the other thing. What's new to people right now is not new. It's been happening for a couple years. And so all of those things, it's going to continue for years to come. In fact, we've got Pastor Alex to commit for many years. That's right. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok